Лучше Бреста нет места. Слоган, который мы говорим и тем самым подтверждаем свою любовь к родному краю. Цветущие парки и скверы, новые арт-объекты, благоустроенные улицы, ухоженные территории – все это результат большого труда жителей. Тем не менее, находятся те, кто может испортить всю красоту и обнулить годы стараний многих людей – это вандалы. Они расписывают дома, портят непонятными надписями памятники и восторгаются своим, так сказать, творчеством. А есть и те, кто вымещает плохое настроение на попавшие под руку предметы. Тому есть наглядный пример. На дня к дежурной части московского РУВД Бреста поступило сообщение от очевидцев происшествия. На улице Гродненская передвигалась компания выпивших мужчин, один из которых беспричинно из хулиганских побуждений нанес удар ногой по каркасу остановки общественного транспорта, чем повредил металлопрофиль и испугал гражданина, который находился недалеко. Сотрудниками РУВД установлена личность хулигана. Им оказался 30-летний местный житель, который был задержан. А его действием дана правая оценка. Возбуждено уголовное дело. Чем ему помешала эта остановка? А сколько еще подобных случаев происходит по всему городу? К сожалению, ответ неутешительный. В целом в течение месяца фиксируется до 10 случаев вандализма в отношении остановочных пунктов общественного транспорта. Ущерб в каждом случае различен. Может исчисляться от десятков рублей до сотен рублей в зависимости от того, собственно, что с этой остановкой произошло и что сделали граждане. То есть, если ограничиваться только окраской, это будет до 100 рублей закрашивание либо перекрашивание остановок пункта. Но бывает, что повреждаются какие-то элементы, требуется цельная замена, допустим, покрытия, либо ограждающей конструкции, тогда это будет уже несколько сотен рублей. Мы находимся в Гершонах на недавно отреставрированной улице Стародорожная. Новое дорожное полотно, велодорожки, современные остановки. Но, к сожалению, в некоторых из них уже отсутствуют стекла. Всему виной вандализм. Я очень благодарна вообще администрации города за то, что они сделали такую, нам построили хорошую дорогу, тротуары, велодорожки. Большое спасибо. Это все очень здорово и красиво, но не прошло действительно пол и месяца, как все остановки были разбиты. Но сейчас уже установили новые стекла кое-где, но все равно. Очень жаль, что наши граждане не ценят то, что для них делается. Мы здесь живем, ходим, даже вот бутылочки лежат, сами собираем, у нас там есть место специально отведенное. Мы складываем, ну, делаем для себя, благоустраиваем, делаем красоту. А вандалы – это, конечно, очень-очень неприятно. Нужно было сильно постараться, чтобы было сделать. Но вообще, говорю, ну, очень классный район. Все, кто приезжают к нам в гости, говорят, как круто сделали, красиво, благоустройство, такое остановка. Еще бы транспорт пустили, вообще было бы круто нам. Оценка действий вандалов местными жителями – однозначно, и это понятно. Все-таки они хотят жить в комфортном и уютном районе. Ждут, когда наконец-то по Стародорожной пустят общественный транспорт. Но как его пустить на данный момент, если пока что места, где должны останавливаться автобусы или маршрутки, разбиты. Но скоро остановочные пункты восстановят, и все станет на круги своя. Буквально через день мы вернулись на улицу Стародорожная, где вандалами было разбито две остановки. Тогда отсутствовали некоторые стекла. Сегодня они уже на месте. Александр Богданович, Александр Воронин. Специально для программы «Итоги недели».